Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо! Я Роман Карасьев, рад приветствовать всех! И сегодня мы долгожданная наша встреча с Алексеем Горбылевым, которую мы планировали уже давно. Но вот наконец-таки встретились, и встречи не случайны, а по случаю выхода очередного труда. Это история становления самбо, том первый, как я понимаю. И передаю слово Алексею Горбылеву. Пожалуйста, Алексей, о чем эта книга? Что? Добрый день, уважаемые коллеги! И хочу поблагодарить Романа за интерес к моей работе, за возможность побеседовать с ним об этой книге и рассказать немножко о ней вам. Надеюсь, вам тоже это будет любопытно. Хочу представить вашему вниманию книгу, которая открывает большую серию истории становления самбо. Конечно, я не планировал создавать какое-то многотомное издание, но это естественный результат длительной работы. Над этой книгой я работаю более 20 лет, и она все разрастается, разрастается, разрастается в объеме, в силу того, что мне просто хочется поделиться с вами максимально полно тем материалом, который мне удалось собрать. Эта книга, которую я сейчас держу в руках, имеет подзаголовок «Введение в изучение становления самбо». По сути дела, это именно введение, составленное, написанное по образцу стандартных научных работ. Я уже скоро 25 лет преподаю историю Японии в Московском государственном университете. Каждый год у нас студенты пишут курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, кандидатские диссертации. Все они имеют примерно одинаковую структуру, в которой обязательно предусмотрено место введения. Во введении мы всегда объясняем, что мы понимаем под объектом нашего исследования, каков предмет исследования, каковы цели, каковы задачи этого исследования, какие методы мы будем использовать. И работая над книгой по истории самбо, я пришел к выводу, что и для написания серьезной работы по истории самбо необходимо следовать этому же подходу, который проверен многими годами практике всех вузов. Собственно говоря, я, конечно, не думал, что мое введение разрастется до большого тома. В итоге в этом томе более 600 страниц, 639 страниц, если быть точным, предполагал, что это будет просто введение к одному из томов, ну, собственно, обзора истории становления самбо. Но в конечном итоге я понял, что целесообразно остановиться на теоретических вопросах исследования максимально подробно, потому что, на мой взгляд, многолетняя дискуссия, которая идет о истории становления самбо, она в значительной степени не прекращается именно по той причине, что различные авторы, участники этой дискуссии никак не хотят между собой договориться, а что они подразумевают под самбо и как они собираются исследовать историю самбо. В результате вот этот том включает в себя несколько частей и включает в себя большое количество глав. Ну, немножко я очерчу содержание этого тома. Часть первая посвящена методологии исследования истории становления самбо. Здесь было для меня очень важно определить, что такое самбо и что такое становление самбо. Здесь этот вопрос принципиально важен, потому что самбо возникало в довоенный период в Советском Союзе далеко не в вакууме. В это время работали многочисленные специалисты по различным видам рукопашного боя, по самозащитам без оружия. И они каждый по-своему, конечно, вносили лепту в становление того, что мы называем самбо. Но все-таки вот в этой многообразной и далеко не всегда как бы связанной работе многих специалистов необходимо выделить стержень. Ну, необходимо выделить именно тот объем работы, который был проделан для того, чтобы сложилась та система, которую мы называем самбо. В моей концепции основателем самбо выступил Василий Сергеевич Ощепков, который принес в Россию дзюдо и первоначально проповедовал японское дзюдо. Однако в специфических условиях Советского Союза, решая специфические задачи, связанные с разработкой системы рукопашного боя для нужд Красной Армии, для нужд советских правоохранительных органов, органов государственной безопасности, для организации массовой подготовки к рукопашному бою, Ощепков трансформировал японское дзюдо, обогатил его, и в результате родилась фактически самостоятельная система, которая первоначально называлась дзюдо по схеме кцаливка, или же ученики Ощепкова называли дзюдо школа Ощепкова. Эта система имела в основании борьбу вольного стиля в одежде, которая выступала в качестве фундамента для боевого раздела этой системы. При этом в боевой раздел входили приемы, в основном однотипные приемам спортивной борьбы и снабженные некоторыми дополнительными усиливающими деталями в виде ударов, в виде нажимов на болевые точки и других действий. Парадокс заключается в том, что сам Ощепков свою систему называл дзюдо, не отделял ее от японского дзюдо радикальным образом, хотя он четко разделял дзюдо школы Кодокан и дзюдо по схеме кцаливок. Но так сложилось в истории нашей борьбы, что в послевоенный период Ощепковское дзюдо получило название борьбы с самбо, получило это название от конкурировавшей с Ощепковским дзюдо на протяжении многих лет другой системы, которую разработал тоже видный специалист по самозащите отечественной Виктор Афанасьевич Спиридонов. История эта чрезвычайно заплотна, и для меня совершенно понятно, что если мы не определимся четко с понятиями, не проведем границы между разными системами, не изучим досконально их взаимодействие, мы не сможем решить вопрос о том, как же произошло становление самбо. Вот поэтому целая часть моей работы посвящена именно методологии исследования, где я определяю объект самбо исследования, самбо как объект исследования, определяю становление самбо как предмет исследования, излагаю свою рабочую гипотезу, и в конечном итоге прихожу к определению самбо. Здесь же очерчена и структура этой книги, которая в конечном итоге у меня разрослась на целых восемь томов. Надеюсь, что в течение нескольких лет я смогу эти тома тоже опубликовать. Большая часть их написана, проходит конечную редактуру, и я надеюсь, что в течение этого 2022 года я смогу издать еще как минимум два тома. Вот этот том «Введение в изучение становления самбо» будет продолжен томом вторым «Японское дзюдо. Исток советского самбо», в котором я постараюсь рассказать о том, что представляло собой дзюдо в период жизни Василия Сергеевича Ощепкова, как оно развивалось и как оно соотносится с Ощепковским дзюдо по схеме ЦАЛИВК. Это очень важно сделать, потому что дзюдо непрерывно развивается, и современное дзюдо весьма существенно отличается от того дзюдо, которым занимался Василий Сергеевич Ощепков. Поэтому мы сталкиваемся порой с ошибками, когда представление о современном дзюдо переносится на дзюдо прошлого. А дзюдо прошлого все-таки было иным. Постараюсь вот этот пробел, существующий в нашей литературе, восполнить. Том третий «Василия Сергеевича Ощепкова. Становление мастера. 1892-1926». Это книга, посвященная истории детства Василия Сергеевича Ощепкова, его учебе в Токийской православной семинаре, его занятием в школе Кудокам и тому, как он начинал свою деятельность в Российской империи по пропаганде дзюдо. Кроме этого, сюда же, в этот том, войдет материал, рассказывающий о разведывательной деятельности Василия Сергеевича Ощепкова. Он в 20-е годы стал тайным агентом главного разведывательного управления Красной Армии, вел работу в подпольную во Владивостоке, позднее на Северном Сахалине и далее в Японии. И, собственно, этот том завершается возвращение Василия Сергеевича Ощепкова в СССР, из командировки его в Японию, возвращение, которое было связано фактически с прекращением его карьеры агента разведки и открыло новую страницу в его биографии, когда он посвятил себя целиком уже непосредственно развитию системы рукопашного боя. Том 4. Зарождение системы рукопашного боя Красной Армии, 1917-1929 годы. Нам очень важно понять, в какую среду попал Василий Сергеевич Ощепков, каковы были достижения советских специалистов в области рукопашного боя к тому времени, когда в работу по совершенствованию системы рукопашного боя Красной Армии включился Ощепков. Здесь тоже будет масса интересного материала и много неизвестного материала. Том 5. Система самозащиты Виктора Афанасьевича Спиридонова в подготовке сотрудников государственной безопасности СССР 1917-1930. Здесь я буду подробно рассказывать о биографии Виктора Афанасьевича Спиридонова, о его работе исследовательской и педагогической сначала на московских кружных курсах инструкторов спорта и допризывной подготовки, о том, как он разрабатывал комбинированный способ защиты и нападения без оружия, как этот способ развивался в структурах объединенного главного политического управления. И буду рассказывать об итогах этой работы к концу 20-х годов, когда в Москве, где разворачивалась деятельность Спиридонова, появляется Василий Сергеевич Ощепков и, в общем-то, начинается новый этап в развитии системы рукопашного боя в СССР. Том 6. Развитие защиты и нападения без оружия в системе подготовки правоохранительных органов СССР 1917-1930. Наши вот великие специалисты, такие как Ощепков и Спиридонов, они своими могучими плечами заслонили целую плеяду других работников, которые работали на поплещу развития самозащиты без оружия. И вот в этом как раз томе я хочу рассказать о том, как велась разработка системы подготовки к рукопашному бою без оружия в правоохранительных органах. Здесь будет масса неизвестного прежде материала. Кроме этого, я хочу в этом томе также рассказать о зарождении системы физической подготовки и обучении самозащите без оружия сотрудников еще полиции Российской империи, поскольку здесь были тоже очень интересные достижения и наработки. Том 7. Развитие системы дзюдо Ощепкова 1930-1937 год. Здесь буду рассказывать я непосредственно в основном о трансформации японского дзюдо на советской почве в систему дзюдо по схеме ЦАЛИВК, о работе Василия Сергеевича Ощепкова по внедрению дзюдо в систему физической культуры и спорта СССР, о внедрении дзюдо в нормы комплекса готов к труду и обороне, о распространении дзюдо в СССР, о первых соревнованиях. И завершит этот том рассказ об аресте и трагической гибели Василия Сергеевича Ощепкова, которая послужила причиной фальсификации истории самбо. И завершит работу том 8. Развитие дзюдо-самбо в предвоенные, военные и послевоенные годы 1937-1952. Собственно говоря, это рассказ о тех процессах, которые характеризовали развитие Ощепковского дзюдо в предвоенные годы. Я здесь буду рассказывать о том, как оно потеряло свое японское имя, превратилось в борьбу вольного стиля, затем в вольную борьбу, и, наконец, с 1947 года в борьбу с самбо. Конечно, я затрону работу учеников Ощепкова по совершенствованию системы рукопашного боя Красной Армии, немножко скажу об участии самбистов в Великой Отечественной войне и о послевоенном возрождении самбо. Вот таков замысел этой книги. Ну и вернусь к этому тому. Помимо, собственно, методологии, теоретической части, в этом томе также предусмотрены две большие части. Часть вторая – это источниковедение «Становление самбо», в которой я характеризую основные группы источников, которые были использованы мною в работе над этой книгой. Это чрезвычайно широкий круг различных источников от разнообразных документов, нормативных актов до частных писем ветеранов самбо у членов их семьи. Также сюда попадают фотоисточники, киноисточники, различные вещественные источники, изобразительные источники и так далее. В значительной степени эта часть имеет такой справочный характер. Я решил опубликовать этот материал в надежде на то, что кого-то из моих читателей может заинтересовать тема истории самбо настолько, что они захотят самостоятельно заниматься исследовательской работой. И вот этот материал поможет им сориентироваться в том, какие источники существуют, где они находятся, какие их особенности. И я хочу сказать, что материал здесь огромный, и едва ли один человек способен весь его обработать. Поэтому я приглашаю тех, кому не безразлична история самбо, принять активное участие в этой работе. Делюсь, можно сказать, своими наработками. Часть третья посвящена историографии становления самбо. Собственно, это обзор того, как освещается становление самбо в специальной литературе. От довоенного периода и до нашего времени. Здесь я стремился показать, как влияла политическая ситуация, идеология на освещение истории самбо. Стремился рассказать о том, какие и в какое время возникали версии становления самбо, как они обосновывались, как они критиковались. Ну и, естественно, также давал критическую оценку существующих работ сам. Много здесь посвящено различным публикациям, которые представляют в качестве основателя самбо Анатолия Аркадьевича Харлампева. Много рассказываю я и о других публикациях. Но для любой научной работы, исторической историографии, это обязательная составляющая, потому что историк обязан, обязан учесть все то, что сделано его предшественниками и дать объективную оценку, насколько это возможно, этим работа. Вот в целом так выглядит эта книга. Я думаю, что из того, что я сказал, не все станет понятным сразу. Конечно, книгу нужно взять в руки, с ней нужно знакомиться. Книга, конечно, рассчитана на очень заинтересованного читателя. Читать ее непросто, непросто. Хотя некоторые разделы, как мне говорили уже читатели, не имеющие специальной подготовки, напоминают детектив. Потому что кое-где приходится буквально разбирать, в том числе моменты фальсификации, выявлять ошибки и точность их источники. Так что это может быть даже любопытно и легко прочитано. Но в целом работа очень разнородная по сложности понимания. Конечно, читать ее нужно с карандашом, медленно, неторопливо, вдумываясь, анализируя. Я не приглашаю вас безоговорочно принимать мой взгляд. Приглашаю вас к самостоятельным размышлениям. И пусть этот материал послужит только материалом для ваших собственных размышлений, для ваших собственных выводов. Другие тома этой же серии «История становления самбу» можно будет, по сути дела, читать независимо от этой книги. Но если вы захотите понять главную магистральную мою идею в этой книге, все-таки этот том нужно обязательно взять в руки и почитать, полистать. Алексей, ну очень с ваших слов я понял, это непростой труд вы издали. Это практически такой рубеж или отрезок ваших исторических исследований на протяжении всей вашей жизни, как вы занимаетесь исследованиями самба и вообще боевых искусств. Ну вот, в целом, книга эта, так как она сейчас складывается, это уже продукт примерно 20 лет работы. И это, ну, конечно, работа, которая происходила не в вакууме. Напротив, я имел возможность опираться на достижения целого ряда исследователей, ветеранов самбо, членов семей которых со мной делились этими материалами, наработками. В основании огромное количество материалов, которые не публиковались по разным причинам и имеют уникальный характер. Что касается непосредственно этого тома, то вот представьте себе, что фактическая сторона дела мною была в целом изучена. И из восьми томов, шесть томов давно написаны. Ну, конечно, я их дорабатываю, так сказать, чище, но они уже написаны, и целый ряд специалистов с ними познакомились. Но я не мог их издавать, потому что мне необходимо было определиться с теоретическим фундаментом этого исследования, который должен был большое количество сюжетов как-то объединить. И вот написать этот том, который имеет характер введения, потребовало от меня очень большой работы. Более двух лет я занимался написанием именно введения, не имея возможности издавать материалы, которые уже написаны, до этого написаны, понимаете. И, конечно, это для меня действительно рубежная работа, потому что мне в ходе работы над этим томом приходилось как специалисту, как историку взрослеть, повышать свою компетентность, ликвидировать многочисленные пробелы в своей подготовке. Так что эта работа для меня действительно очень важная. И я так, из того, что я написал, считаю, что все-таки это наиболее значимая работа. Если кто-то из зрителей наших видел мои работы, знает, то вот знаете, что этой работой я горжусь больше всего. Хотя, конечно, наверное, она тоже далеко не совершенна, пройдет время, ее будут критиковать, может быть, я и сам пересмотрю какие-то позиции. Алексей, хотелось до завершения нашего разговора спросить вас. В ходе изучения истории становления самбо, материалы, которые вы изучили, просмотрели, общение с людьми, самбистами, дзюдоистами других стилей, можете ли вы сформулировать основную идею и философию самбо? Самбо, это, конечно, в первую очередь, с моей точки зрения, если мы говорим именно о периоде его становления, о том, как самбо, который я изучал, формировалось как система рукопашного боя и как вид спорта. И вот как вид спорта самбо, безусловно, базировалась на установках советской системы физического воспитания и физической культуры. Никакой другой философии особой здесь, конечно, не было. С точки зрения самбо, как системы рукопашного боя, то для нее характерен такой прагматизм, рационализм. Это умение четко сформулировать цели и задачи и определить правильные средства их решения. Как мне представляется, вот именно такой подход позволил Василию Сергеевичу Ощепкову в 30-е годы 20-го века создать, как мне кажется, наиболее передовую систему рукопашного боя, которая не имела на тот момент аналогов. Я думаю, что если говорить о философии самбо, то это философия науки, философия науки. Алексей, спасибо большое за такое обширное представление Вашего нового труда. Я думаю, что многие, кто изучает, исследует боевые искусства, в частности самбо, с большим нетерпением, во-первых, ждали, но я точно ждал, я давно слышал, что Вы хотите издать такую книгу. Будем рады следующим томам, ну, по крайней мере, я. И надеюсь, что люди, кто, еще раз повторюсь, исследует, изучает боевое искусство и самбо с большим удовольствием, получат эту книгу, мы потом в описании скажем, как ее можно получить, приобрести, в каких магазинах, и она займет хорошее место, центральное, на полке библиотеки каждого исследователя боевых искусств. Друзья, я буду вам очень признателен, если вы будете не только листать книгу, знакомиться с ней, но и будете делиться своими впечатлениями, своими мыслями. Может быть, у вас появятся какие-то критические замечания, я тоже вам буду признателен, потому что ни один человек не совершенен, любой человек способен делать ошибки. я же считаю, что самое главное для нас совместно правильно решать существующие вопросы, проблемы и докапываться до истины, которая для нас всех имеет значение. Я думаю, что контакты мои найти несложно в сети интернет, по фамилии, они неоднократно публиковались, пожалуйста, пишите, делитесь. Ну, также хочу пригласить коллег к совместной работе, может быть, вы сможете подсказать мне какие-то источники, на которые я не обратил внимания, может быть, сможете поделиться какими-то своими архивными материалами, я вам буду очень признателен за это, за любую форму критики, за любую форму ободрения, за любую форму помощи. Спасибо вам за внимание. Ну, я прощаюсь с вами, мы были в гостях у Алексея Горбулева и узнали о его новой книге «История становления самбо. Том 1. Видение». Всего доброго. Благодарю вас.